Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Савеловский суд Москвы приговорил к 14-му годам колонии строгого режима Каху Газаева за убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова, сообщает Следственный комитет Российской Федерации. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного часть 2, статья 105 Уголовный кодекс Российской Федерации, часть 3, статья 222 Уголовный кодекс Российской Федерации, убийство, незаконный оборот оружия. Приговором суда Газаеву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, говорится в релизе. Дело в отношении Газаева было выделено в отдельное производство, так как он полностью признал вину и попросил об особым порядке принятие судебного решения, что позволяет рассчитывать на более мягкое наказание. По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова, для этого он привлек Каху Газаева, Муртази Шаданию, Джамбулу Джанашию, а также Нокзара Папаву и Астамура Будбу. Злоумышленники установили слежку за Иваньковым, приобрели снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль Газель, а также мобильные телефоны, полагает следствие. Выяснив, что Иваньков является частым посетителем ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве, злоумышленники выбрали для стрельбы наиболее удобное место неподалеку от него, по указанию Симонии, 28 июля 2009 года Газаев, Джанашия, Шадания, Папава и Будба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за потерпевшим, отмечает Следственный комитет. Вечером того же дня Будба, находясь в кузове Газели, выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана, полагает следствие. Япончик скончался от ран 9 октября 2009 года в больнице. В Генпрокуратуре уточнили, что Газаеву, Шадании и Джанашии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Симония, Папава и Будба скрылись от следствия и объявлены в международный розыск. Дело в отношении Шадании и Джанашии Мосгорсуд рассмотрит с участием присяжных заседателей, их отбор был отложен на 17 мая.